В этом году еще больше начинающих сельхозпроизводителей и женщин-аграриев смогут получить финансовую поддержку от государства. Соответствующее решение было одобрено Кабмином. Увеличили выплаты предпринимателям, которые занимаются сбором и обработкой сельхозпродукции, с 50% до 75%. В общей сложности фонд субсидирования для сельхозпроизводителя увеличили до 1,75 млрд леев. Правительство также одобрило дополнительную помощь животноводческому сектору, в частности тем, кто производит молоко. Субсидии для фермеров, которые занимаются выращиванием крупного и мелкого рогатого скота, увеличили на 20%. Это будет стимулировать кредитование сельхозпроизводителей коммерческими банками и небанковскими кредитами-организациями путем доступа к инвестиционным кредитам с субсидиями до 150 тысяч леев и доступа к кредитам для увеличения объема оборотных средств путем предоставления субсидий до 200 тысяч леев. Тем не менее, на заседании правительства 4 апреля не обсуждалось 30% субсидирование акцизов на дизельное топливо, как того обещала премьер-министр Наталья Гаврилица. Я не слышала о компенсации акцизов на дизельное топливо. Это будет дополнительное решение правительства относительно фонда субсидирования, согласно которому средства направят на акцизы на дизельное топливо. Мы разрабатываем поправки в бюджет, выделим на 250 миллионов леев больше, чтобы пополнить фонд. Также правительство впервые сможет субсидировать многолетние плантации, на которых выращивают растения, включенные в каталоги ЕС. Пока неизвестно, когда сельхозпроизводители смогут подавать заявки, соответствующий регламент еще разрабатывается. Продолжение следует...